Эриксон произносит на каждый выдох пациента, как бы там положено, разное количество слов. Вещи проходные, вещи подготовительные. Он оформляет довольно длинные фразы. Следующая его фраза будет короче, следующая еще короче. Та фраза, в которой будет содержаться внушение, состоит из двух трех слов, растянутых на этот вид. Затем он снова проговаривает какие-то проходные вещи. Опять уменьшает количество слов. И снова ключевые команды, инструкции он дает в двух трех словах. У вас это есть в раздачном материале, я вас прошу сейчас воспринять это на слух. Когда фразы строятся так, что на каждый мой выдох приходится примерно равное количество слов. И когда фразы строятся так, как они строятся в элицах. Это именно на слух случилось понимать. Да, первый случай, когда примерно одинаковое количество слов, это обыденная вещь. Однажды, Елизавета Ивановна, сидя под окошком, за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела нового инженера, стоящего методичка. И устремившего в глазах ее окошку. Она опустила голову, снова заняла с работы, и через пять минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте, не имея привычки в кокетничество с прохожими офицерами, она перестала на улицу. И шила около двух часов, не поднимая головы. Подали обедать, она встала, начала убирать свои пальцы. И взглянув нечаянно на улицу, опять увелила офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Обыденно изложили. А так у кушки найденного. Второй случай. Организация. Ну, естественно, было бы глупо не восходить от всех инструментариев, которые мы успели пройти, то есть работа громкостью, интонациями. Давайте сделаем из этого обыденного фрагмента литературное произведение. Если получится. Однажды Елизавета Ивановна, сидя под окошками за тальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера. Стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее. Она опустила голову и снова занялась работой. Через пять минут взглянула на пол. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу. И шила около двух часов, не понимая, что подали обедать. Она встала, начала убирать свои тайцы. И, взглянув, нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства. Но уже офицера не было. И она про него забыла.